Они читают стихи о войне, исполняют народные танцы и, конечно, поют о маме. В областной столице прошел муниципальный этап фестиваля созвездия юных талантов. Его участники – дети, оставшиеся без попечения родителей. Чем удивляли конкурсанты членов жюри и когда пройдет финал, знает Павел Громов. АПЛОДИСМЕНТЫ Новый фестиваль творчества детей. Фестиваль призван дать шанс ребятам, оставшимся без попечения родителей, из центров помощи детям, приемных семей, показать свои таланты, заявить о себе со сцены. И конечный результат, конечно, как инициатор, так и организаторы надеются, что ребята сумеют познакомиться с потенциальными наставниками, будущими кандидатами в приемные родители. Фестиваль похож на творческие конкурсы, которые мы очень часто видим на телевидении. Муниципальные этапы в других уголках области уже прошли. И в последнюю пятницу января выступили представители Вологодского района и областного центра. Она не видит зрителей из-за ярких прожекторов, а каждую вторую строчку пытается протараторить как можно быстрее. Волнуются. Альбине пять. Самая маленькая участница конкурса. Номинация «Художественное слово». А учишь какое-нибудь новое стихотворение еще? Какое? За партикок одел. У меня тут цикатуху. Альбина за концерт пару раз плакала. Другие девочки пели про маму и малышки. В такие моменты, по словам воспитателей, редко удается сдержать слезы. Сложно их было сдержать и жюри. За один вечер они смогли познакомиться не только со всеми гранями талантов, прикладной искусства, вокал, хореография, но и истории конкурсантов. Самый главный вектор – это институт наставничества, развитие этого института и забота о ребятах, в первую очередь, тех, кто остался без попечения родителей. А у нас, в нашем регионе, эта работа ведется очень давно. И работа по наставничеству, она и выливается в совершенно различные мероприятия. И даже сцена тому подтверждение. Концерт проходит в актовом зале института о правой экономике. В УЗИ сами предложили помощь в организации концерта. Сотрудничество с детскими домами города длится на протяжении нескольких лет. За каждым центром закреплены курсанты. Они регулярно, практически каждый день выезжают к ребятам. Прежде всего, оказывают им помощь в учебе. Проводят профилактические беседы по правовому воспитанию. Организуют творческие вечера. И многие участники таких концертов в день муниципального этапа были на сцене. Когда жюри определится со списком, станут известны имена финалистов, которым на помощь придут известные вологодские артисты и коллективы. Итоговый концерт в Вологжане увидят весной. А видео с участниками выложат в интернет, чтобы через социальные сети кто-то из ребят смог найти себе семью. Павел Громов, Игорь Трифнов. Время новостей.